Что стало в ГУЛАГе с пленными немками после Великой Отечественной? О точном количестве гражданок нацистской Германии, попавших в плены содержащихся в концентрационных лагерях, говорить не приходится, они пленились как войсками СССР, так и союзниками, и у каждой из воюющих сторон были свои места пребывания узников. Даже число подобных лагерей не удается определить с точностью, только советских мест заключения военно-пленных было свыше двух тысяч. Имеющиеся данные, в частности воспоминания очевидцев содержания германских женщин-пленных, свидетельствуют о тяжелых условиях в концлагерях. Кем были немки военнослужащие в Великой Отечественной войне, как писал в своей статье «Женщины в бою», опыт Второй мировой войны в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии и Советском Союзе, Яурналов-милитар и Страдан Камбелл, во время войны несколько сотен тысяч немецких девушек были принудительно привлечены в качестве помощниц зенитчиков. В конце Великой Отечественной многие немки взяли в руки оружие. Камбелл говорит, что трудно понять, были ли они добровольцами или же призывались принудительно, поскольку в нацистской Германии на тот момент не существовало закона об обязательном воинском призыве. В лагерях смерти Эйзенхауэра Мартин Брэш, солдат армии Эйзенхауэра, в конце войны служил охранником в одном из концлагерей в районе германского города Анзерных, земля Рейнланд-Фальц. Брэш наблюдал условия содержания порядка 50 тысяч пленных, среди которых были и немки военнослужащие. В 1990 году он опубликовал эссе в лагерях смерти Эйзенхауэра «История американского охранника». Концлагерь представлял собой открытую площадку, без строений, поделенную на загоны. Для женщин был отдельный загон. Все спали под открытым небом. У многих пленных зачастую не имелось даже теплой одежды, а весна 1945 года выдалась холодной, дождливой и ветреной. Заключенные очень плохо питались, варили сами себе суп из травы. Истощенные, болеющие дизентерией, они быстро слабели и умирали. Брэш свидетельствовал, что у американского командования было достаточно запасов продовольствия, медикаментов, но выделять это все для нужд пленных запрещалось. Мартин попытался было подкармливать пленных, но его воинский начальник пообещал пристрелить охранника за подобную самодеятельность. Мартин Брэш описал случай, когда американский офицер обстреливал группу гражданских немецких женщин из пистолета просто так, из спортивного азарта. Охранник, объясняя подобное поведение американцев по отношению к пленным, говорил, что союзники СССР ненавидели немцев как нацию, потому что уже было известно о зверствах нацистов в концлагерях, снимками узников Бухенвальда, а свинцима и других гитлеровских фабрик смерти пестрели полосы газет весны 1945 года. В интернете есть и другие фото об условиях пребывания женщин-нацисток в американском лагере в Виллворде, Нидерданде, где содержались бывшие служащие СС и Люфтваффе. На снимках пленница выглядит жизнерадостными. Однако многие историки склоняются к мнению, что это показательная, постановочная съемка с целью демонстрации гуманного отношения американцев к заключенным. Я не знаю, почему осталась жива помимо женщин-военнослужащих в СССР. После войны были вывезены тысячи немок и представительниц других национальностей из стран-сателлитов Германии. В воспоминаниях Фрида Хелински, город Далеце, Померания, которую в 1945 году в 19-летнем возрасте в числе сотен других немецких женщин и девушек из этого города принудительно вывезли в СССР в качестве рабочей силы. Четырехлетнее пребывание в Советском Союзе представляется сплошным кошмаром. На восток их везли три недели в вагонах для скота, кормили сухим хлебом. На остановках из вагонов выносили трупы. Репатриантов, многие из которых не имели теплой одежды, привезли в Архангельск, где еще лежал снег. Жили женщины в деревянных бараках, строили плотину. Работали по девять часов без обеда. Затем Фрида Хелински трудилась в леспромхозе на Лесоповале, на каменноугольной шахте, Бентонитовом заводе, где добывала породу для строительных работ. Женщины с утра до вечера таскали десятикилограммовые камни. В течение четырех лет Фрида не имела связи со своей семьей. Почтовые отправления до Германии не доходили. Их тормозили на почте контролирующие органы. В 1949 году Хелинске удалось написать в Красный Крест о своей семье. И девушка получила ответ о том, что ее родственники живы. В 1947 году отдельные репатрианты, которые были тяжело больны, инвалиды получили возможность вернуться домой. В конце 1949 года уехала и Фрида Хелински. Вспоминая условия работы и быта в советских лагерях, она говорила, Не знаю, почему осталась жива, десятки моих соотечественниц умерли в Советском Союзе от тяжелого труда и болезней. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.